Иди покупайте в военторге, подшиву надоели, не буду вам что выдавать А тут комиссия приезжает Вторая рота подшита экспериментальной подшивой Так заявил Михаил Кулабухов, когда подошли проверяющие к нашей роте Кто комендир роты? Я! Гвардии капитан Колуан Я! Что происходит? Прапорщик, что происходит? Чем они подшиты? Использовать вот эти полотенца как подшиву Чтобы прапорщик-старшинар роты получил пистон Вот он четко сработал со своим АКМС-ом наперевес С четырьмя гранатами Без бронежилета, в одной тельняшке, РД на тельник Добрый день, мои друзья, Шурави И все ребята, кому интересна история афганских событий 1979-89, 20 век Русские парни советской армии в Афганистане Воспоминания моего деда, человека, которого я уважаю Который улетел с Афгана в звании гвардии-старшины ВДВ Михаила Кулабухова И продолжаем читать воспоминания Здесь, конечно, вот так описывает интересно Миша То, что, конечно, вплетаются еще воспоминания его друзей, сослуживцев, его призыва Но многие вещи Миша не помнит Вот в его воспоминаниях совершенно нет тех вещей Например, как мы вместе с ним ходили в патруль по Кабулу И еще другие нюансы какие-то Но все помаленьку будем рассказывать Сейчас пока читаю то, что Миша помнит И буду вплетать как бы свои ребята вам пояснения Вот этот рассказ, он посвящен старшине нашей роты Ну, Миша был тоже старшиной Но он отвечал как бы за солдат, за общую дисциплину Помощник старшины А старшина основной это был прапор Прапорщик Карачков, насколько я помню Он мне написал, что Карачков В романе «Рядовой для Афганистана» он мне пишется как прапорщик гвардии-прапорщик Гаврюшов Вот такой, знаете, друзья, огромный прапорщик был Наверное, 190 сантиметров ростом Можно чуть пониже Очень такой накачанный Мастер спорта по боксу, насколько я помню Во всяком случае он так себя позиционировал И человек, который активно изучал карате Ну, что такое прапорщик вообще в воинском коллективе Старшина, особенно в Афганистане В принципе, это вещевик Но почему-то в Афгане вот на таких прапорщиках Была возложена еще задача по устрашению личного состава роты По постоянному какому-то нашему построению То есть не давать солдатам ни минуты покоя, ни отдыха Постоянно их драконить Где-то чмырить даже, запугивать Ну, чтобы рота была в таком постоянном драйве Что при передвижении к прапорщика При подходе к модулю уже все дрожали Ну вот, наши деды так описывают Прапор наш был, та еще, сука В долг не давал, ни с кем не делился Все зажимал, да еще и взял себе солдат-ординарца Ну, это коптерщик Заранее и очень старательно он готовился на дембель Не все офицеры были так упакованы Как наш прапорщик-старшина Валерыч, Валера Сердюков Тоже мой дед, гвардия рядовой Нес ему два тяжелых чемодана до аэродрома А сам старшина шел на дембель В черном кожаном плаще почти до земли Как генерал из фильма Звездные войны Куда он потом ходил в этом плаще Ума мы не приложили Мы просто смеялись над этим фактом Между модулями с месяц у нас стояла палатка А вот этот случай я вообще не помню Скорее всего мы тогда еще не прилетели в Афган Молодые Мы ее охраняли Стоял часовой ночью, днем дневальный в палатке Прапорщик хранил свой чемодан И другие чемоданы В общем очень много барахла Потому что в каптерке старшины В самом модуле шел в это время ремонт Кто его придумал уже не вспомню То есть видимо обновлялись какие-то полки Не знаю что за ремонт был у прапорщика в каптерке Но вот палатка была с барахлишком Ну в общем-то всей роты И тут Юрка Акилин Это тоже дембель Мой дед Пошел к нему получать форму, парадку Ну чтобы посмотреть, ушить немножко и все такое А тот не выдает Говорит иди к старшине Михайловичу То есть ко мне Вот к Мишу Кулабухову Ко мне значит я от лица автора рассказываю Вот у него и возьмешь парадку Типа мне некогда с тобой сейчас Ну обычное дело Сейчас я уйду отсюда И будете потом с Мишкой разбираться Ну грубо ответил И рядовому старослушивому солдату Видимо не понравилось У меня конечно было все Чтобы дать солдату Всю роту мог одеть Папа командир роты Сазонов приходил У него глаз радуется Шторки раздвинет в каптерке На полках комплекты постельного белья Новых тельняшек, стопки, хб Если собираем кого-то на дембель Он спросит Вы уж смотрите хлопцы Надо чтобы сапоги были у парня Все как положено Да что ж мы на дембель не соберем Ах молодец Михайлович Уходил рот навсегда довольный Дальше Юрка вот эта Юрка дембель С прапором серьезно поцапался на этой почве И взъелся на него Проходит какое-то время Все вроде успокоилось Но тут случилось страшное событие Палатка с барахлом прапорщика Ночью вспыхнула Неизвестно по какой причине Пытались тушить Но было уже бесполезно Горело очень сильно Что прапорщик там хранил Не знаю Но чуть в огонь не бросался Еле удержали Сгорел его чемодан С секретными покупками Жалко поди Все из дуканов кабульских Все просто А вот здесь рассказывается технология 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 поджога Но видимо Который Видимо был Уже расшифрован Скорее всего лет через 10 Когда деды встретились Наверное вместе Потому что я даже таких технологий Честно говоря не знал Все просто Черпаки Ночью палатку Ну Видимо по приказу дедов Доски оторвали Внизу палатки И заложили туда Сосуд с горючей смесью В банку в железную Это презик С марганцем И камушек На дно презерватива Сверху тряпок набросали Закрыли все это дело Через 18 часов Внезапно произошло Самовоспламенение Но тут немножко непонятно Может туда вода добавляется Или Или марганец С чем он вообще Начинает Работать То есть Вообще интересная такая технология Прапор очень сильно расстроился Чуть ли не плакал Теперь становится понятно Почему наш прапорщик Был так зол на всех солдат В том числе и на мой призыв Прилетевший в Афган Через год после Видимо того случая Но вот как раз мы прилетели И прапорщик С первого Практически часа Начал нас очень сильно гнобить Водку у меня нашел Две бутылки Которые я Вез В принципе Своему командиру взвода По его приказу Просто перевез Офицером Он думал Что моя водка А потом Кто-то из молодых солдат Или из Черпаков Которые были На Полгода на старше Украл у него тапочки То есть Один тапочек Украл И выкинул его За За колючку Этим местным жителям Духом Ну Духами называли И прапорщик Видимо заметил Что Один дедушка Там бегает В его тапочки Ну в общем понятно было Что Солдаты Опять над ним Подшутили Так он не понял Кто его тапок Выкинул Но в этом Этот момент Очень сильно Показан В моем Романе Вообще Прапорщик Карачков А мне запомнился Вот не только тем Что он Мог приложиться Капитально Конечно он Перебарщивал Я не знаю В чем тут причина Почему у нас Прапорщик Был таким Жестким Человеком Я Это Это мне Неизвестно Но Видимо Какая-то травма Была у него Душевная Или юношеская Вообще Я подозреваю Что парень Возможно Воспитывался Не в полной семье И может и отчим К нему прикладывался Понимаете Ну всех Так глупасень Что за шкирку Там Ну мат Хороший Такой Отменный мат Иди сюда Солдаты Товарищ Товарищ Гвардии Прапорщик Я хотел Это Мне нужно Подшиться Мне нужно Там По своим делам Сходить А залопу Новородник Ты не хочешь Только Иди сюда Сейчас Контуживает То есть Вот такой Словенг Интересный Прапорщик Корочков Старшина Шарута Мне запомнился Еще тем То что Он очень Хорошо Нас Поднатаскал На стрельбище Поднатаскал Нас По стрельбе То есть Почему-то Даже он Вот здесь Когда мы Молодой призов Вместе со всей ротой Поехали Отставить Бегом Бежали На это стрельбище Семь или восемь километров От Кабула Он был с нами И Он командовал Он командовал Практически Каждым солдатом На огневой рубеж По-пластунски Бегом И вот он идет Рядом И Он прям В ухо мне кричал Приготовиться к огню Перевернулся Перебежка Три метра Упал солдат Упал Я тебе сказал То есть я постоянно Чувствовал Вот это его крик Открыть огонь Прекратить огонь Ползком На следующий рубеж Пятьдесят метров По-пластунски То есть вот это вот Он еще Нас так натаскивал Ну это было Было натаскивание Не такое Сильное Мы были на Полигоне На этих стрельбищах Два или три раза То есть вся рота Всегда выезжала Обязательно рядом был Командир взвода И старшина И командир роты Ну командир роты Он просто смотрел Контролировал Общий процесс Командир взвода Только что со мной прилетел Он просто в общем-то Стрелял Так же Он пока еще Был наверное не в курсе Вот всех этих горно-пустынных Действий солдат Поэтому прапорщик Старшина Взял вот эту роль Инструктора По стрельбе И по поведению солдата При шторме Горной высоты То есть вот это В этом было В плане интересно Значит Что еще Старшина Прапорщик С нами делал Ну понятно Наряды по столовой Нас выставлял Не давал нам спать На колючке Постоянно Нас выставлял Перебор Спать мы хотели Всегда И везде И еще Наш старшина Он ездил с нами Всегда Вывозить мусор За территорию Кабула За территорию Дивизии конечно И за территорию Города Но вывоз мусора Вообще Вот этой мусор Мусорного полигона Это был Это была Отдельная операция Боевая В 5 или 6 часов Вот этот наряд Отдельный наряд Назначался Который будет Вывозить мусор Один сержант Два рядовых И прапорщик Старшина То есть Прапорщик Старшина Обязательно Тоже в бронежилете Но он одевал Легкий Он брал Несколько Гранат Автомат Он всегда Только ходил Наша старшина Он всегда Ходил с автоматом 7.62 АКМС Это его автомат Видимо с первых дней Службы В Афгане Он с ним не расставался Он 5.45 Не признавал И все И мы Выезжали Раньше Просто ГАЗ-66 ГАЗ-66 Тащил Вот эту Старую Положку С мусором То есть Это Объедки Из столовой Мы выезжали На полигон На мусорный За Кабул На восток Или на юго-восток От Кабула В горную местность И там Ходили всегда Стада баранов Конечно Со своими Погонщиками И вот эти Барашки Барашки Кушали Вот эту кашу Пшеную Перловую Которую Солдаты Не доели Но конечно Здесь нам всегда Говорили В столовой Чтобы мы не бросали Ни в коем случае Стекло Потому что Барашек съест Кусочек стекла И все Нет барана То есть В общем-то Это Тут нам Провели инструктаж Что нельзя этого делать Не дай бог Стекло попадет Но всегда Здесь дети Всегда Старики Всегда Какие-то посторонние Юноши Подозрительные На этом полигоне Дети Пытались найти Доски От ящиков От снарядных Со стариками Все оттягивали Какое-то Одеяло там найдут Какой-то там Кусок железа А если там В кастрюле Столовой То это вообще Алюминиевая находка была Или чайник Это очень ценилось В общем дети Сновали Все тащили А мы выгребали Эту кашу А старшина Сержантам Они как правило Следили за общей обстановкой И охраняли нас И вот в один прекрасный день В такой наряд Была брошена Граната РГД Ну повезло Что граната РГД была брошена И попали осколки В передние колеса ГА-66 И наш старшина Он упал Он спрятался За колесами И готов был Открыть Огонь СПМ Ну пистолет он брал Обязательно еще Кроме автомата И две лимонки Обычно на боевой Берешь три лимонки Но он такой выход Недалеко от города Брали Две лимонки Обязательно Конечно Вот сержант Если выходил Он был не в плане Уборщика Вот этого Сброски мусора Он с радиостанцией Шел Чтобы была связь С батальоном Сразу же Мало ли Если нападение Будет какое-то И вот после этого Подрыва Броска гранаты Какой-то мальчик Бросил гранату Конечно Мы не стали Открывать огонь Никто из местных Не пострадал Ну как Прапорщик рассказывал В тот наряд Я не ездил И после этого Вот эту мусорную экспедицию Начал сопровождать Бронетранспортер дежурный БТР-70 Обязательно И вот на этом БТРе И к нашему наряду Еще обязательно Выдвигались Сверху на броне Один, два, три разведчика С разведроты Если у них БТР был свободен Потому что Вот в этой мусорке И там еще и с разведроты Были тоже Это они же вместе С нами питались В одной столовой Но Это продолжалось Не так долго Потом снова Просто ездили С одним ГАШ-6 И все Мусорку Зацепляли Старая Очень старая Повозка И ехали Вот таким Запомнился Мне еще Наш старшина В общем-то Все, друзья Был еще Такой смешной Случай Со старшиной Когда Он зажал У нас В Сироте Он зажал Вот Миша Кулабухов Здесь не написал Классный был случай Он зажал Подшиву А Мишка Уже будучи Старшиной Большая желтая полоса На парадке Десантная Он знал Что подшиву Прапор получил Целый рулон Как холсты Чтобы рота подшивалась И он ему говорит Иди покупайте В военторге Подшиву Надоели Не буду вам Что выдавать А тут комиссия Приезжает Что там у них За базар Произошел Но по какой-то причине Прапорщик Подшиву Нашей роте Не выдал Ну Зам старшины Он идет Получать подшиву На всю роту Товарищ гвардии Прапорщика Прошу вас Выдать подшиву Роте Он говорит Пошел Нет никакой подшивы Плохо себя ведете Ну что такое А тут приезжает комиссия С утра Из 40-й армии И может вообще Из Москвы Полковники Генералы Проверяют Всю дивизию И наш батальон В первую очередь Потому что это батальон Обеспечения Боевых действий Это резерв Командира дивизии Это в первую очередь Проверяется Развед рота Отдельный батальон Связи И комендантская рота Вот эти все подразделения В первую очередь Потом уже как правило Проверяющие идут По батальонам По ротам По парашютно Десантным полкам Подшивы нет Вечер И Миша Кулабухов Принимает Волевое решение А нам в это время Выдали рулон Полотенец новых Вафельных Тонкие вафельные полотенца Чтобы мы нарезали себе Аккуратные лоскутки И каждый Повесил Под кроватью Для Протирки ног Перед сном Ну понимаете Полотенца для ног То есть помыл Ноги на умывальнике С мылом С хозяйством На два На три раза Чтобы ножки Просто аромат давали Смочил их Тройничком Вообще Духан стоит Как В шикарной Гусарской Казарме То есть пахнет Днепортянками И грязными носками Грязными ногами Именно Чистотой И у каждого Солдатика Под Затянута Под матрас Полотенчика Беленькое И вот Миша дает Приказ Не делать С каждым Изготовлять Полотенца Подшивать И туда Запихивать Под матрас А использовать Вот эту Прям как вафельки Чистейшая Та же самая Подшива ХБшная Только чуть потолще Использовать Вот эти полотенца Как подшиву Чтобы Прапорщик Старшина роты Получил пистон Представляете Что делать Это было Нужно видеть Ребят Утром Зарядки не было Потому что Комиссия Уже Комиссия Все проверяется Построение роты Прям перед завтраком Здесь я могу Собрать Я точно не помню Или сразу же После завтрака Под барабанный бой Весь батальон Строится на плацу Тут же Разведывательная рота Отдельной дивизии Тут же наш Весь отдельный батальон Связи Ну понятно Часть батальона Там в горах Часть разведроты Тоже всегда Как правило Половина строилась Первая Вторая Третья рота Все Вторая рота Подшита Экспериментальной Подшивой Так заявил Михаил Кулабухов Когда подошли Проверяющий К нашей роте У командира роты Гвардии капитана Колыванова И у старшины Роты Прапорщика Карачкова Глаза были Квадратные Ребят Как у этих Как у роботов И тут же Офицеры взводов Которые Как правило Всегда смеялись По этим Вещам Потому что Они к подшивам Никого отношения Не имели И стоит Царая рота В количестве 25 или 27 человек Остаток Все подшиты Полотенцем Все до одного Человека Начиная С Старшины Михаила Кулабухов Все сержанты Все деды Дембеля Черпаки Молодежь Все Подшиты Вот этими Полотенцами Проверяющий Полковник С красными Погонами Из штаба Армии Кто командир роты Я Гвардии капитан Колыван Я Что происходит Колыванов Усы У него Вот такие Усы Мощные Были Он Просто Не знаю Покраснел Весь Погровел Что происходит Капитан Командир роты Посмотрите На подшиву Ваших Солдат И сержантов Идеально Идеально Белая подшива Она просто Она просто Сверкает Ну вспомните Полотенца Вот эти Первый раз Просто Сверкает Подшива Это не застиранные Никакие Там Воротнички Которые Десять раз Постирали Полусирые Серые Желтые Розовые Там Непонятно Какие А здесь Блистающая Подшива Колыванов Прапорщик Что происходит Чем Они Подшитые Прапорщик Смотрит На Кулабухова И Михаил Товарищ Докладываю Это Экспериментальная Подшива Очень Теплая Мы Подшились В качестве Эксперимента Потому что Буквально Завтра Послезавтра Наша Рота Выходит В горы И В горах Пока холодно Мы решили Проэкспериментировать И мы Пришли к выводу Что Очень Тепло В такой Подшиве Если Ее Применять Исключительно Для Таких Средств То есть Это Была Показана Наша Рота Показала Эксперимент По Подшитию Вафельными Полотенцами 10 секунд Мертвая Тишина А потом Полковник Гума Заключает А что А что В этом Что то есть Да Смотрится Очень Красиво Оригинально Неужели Это действительно Тепло И очень Так точно Товарищ Товарищ полковник Ну что Школы Иванов Молодцы Гвардейцы Молодцы И Комиссия Медленно Плавно Передвигается Передвигается В сторону Третьей Роты Постепенно Звучит Команда Разойдись Через Несколько Минут Рота Идет Отдыхать Соответственно Через Час Эта Подшива Уже Была Оторвана Гвардии Прапорщик Корочков Выдал Новую Подшиву Из своей Коптерки Целый рулон Который он Почему то Зажал Сначала Непонятно Почему И все Остаканилось Но Больше всего Веселились Конечно Мы сами Мы Просто Смеялись И ржали До полуночи И командир Изводов Тоже с нами Ржали Но Я Думаю Что Командир Роты Тоже с нами Смеялся Не смеялись Только комбат Он очень Серьезный Был у нас Гвардии Подполковник Лебедев Или уже Полковник И наш Гвардий Прапор Ему тоже Было не до смеха Ну в общем то Все друзья Все друзья Безусловно Наш Гвардий Прапорщик Вылетал С нами По тревоге На вертолете Я помню Это один Его вылет Когда он Должен был Лететь домой И он Вместо того Чтобы садиться В самолет Он снял Свою парадку И Встал в строй Колыванов Очень удивился Он говорит Нет я без роты Не останусь Я полечу с вами Говорит У тебя Последний день У тебя через час Самолет Говорит Плевать Говорит А если погибнешь Говорит Плевать Все я с ротой То есть здесь Конечно Вот в этом эпизоде Я помню Гвардии Прапорщика Карачкова Как геройского Геройского Прапора Именно Как знаменосца Вот в этом Где-то видимо Сыграло Древнее Вот это Предназначение Старинное Прапорщиков Он как знаменосец Несмотря на то Что он Должен был Улетать домой Он как Связующее звено Между Солдатами Сержантами И Офицерами Вот он Четко сработал Со своим АКМСом Наперевес С четырьмя Гранатами Без бронежилета В одной тельняшке И РД На тельник И вперед Мы побежали Но и другая история Друзья Не менее интересная Всем здоровья Обнимаю Пока